МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем скоро наша телекомпания «Город» официально отмечает пятилетие. В связи с этим мы хотим напомнить вам, уважаемые телезрители, о наиболее интересных проектах, которые нам удалось притворить в жизнь за эти годы. Мы стали больше уделять внимание спорту и здоровью, поэтому в следующем сюжете расскажем, как работает наш проект «Жизнь без сигарет» и как его участники борются со своей вредной привычкой, отказываясь от курения. Прошла уже пара недель с момента, когда Дмитрий Ефимов решил жить без сигарет. Напомним, он курильщик со стажем 8 лет. Полпачки в день для него было нормой. Сейчас цели в его жизни поменялись, и он хочет бросить курить, поэтому он стал участником проекта «Жизнь без сигарет», который проводит наша телекомпания «Город» совместно с врачами Рязанского областного наркологического диспансера. Начиналось все так. Желание бросить курить у меня появилось где-то с полгода назад, потому что нужно иметь здоровую семью. Мы с моей любимой планируем завести ребенка, но для того, чтобы завести ребенка, он должен был здоровым, то есть здоровое зачатие должно быть. Вот. И как бы для того, чтобы было здоровое зачатие, нужно за год, за два до зачатия ребенка бросить курить. Ну и, соответственно, пытался сам, не получалось. Там буквально, может быть, неделя, край, две, и все, и опять. Несколько сеансов у врача, психотерапевтическая подготовка, назначение гомеопатических препаратов для поддержания общего состояния и транскраниальная электростимуляция. Эту процедуру Дмитрий проходил уже три раза. Два из них мы приезжали вместе с ним в диспансер, и еще один раз он приходил сюда самостоятельно. Такая электростимуляция должна помочь Дмитрию лучше себя чувствовать без сигарет. Ведь во время ее проведения в мозге активируется продукция и выделение бета-эндорфина, или, если проще сказать, гормона радости. Снимается чувство тревоги и напряженности. После такой процедуры наш герой отмечает, что курить ему не хочется. Сегодня четвертый визит к врачу. Выясним, как чувствует себя Дмитрий без сигарет, и хочется ли ему курить сейчас. Нет. Правда, нет. Потому что первое время, когда была электронная сигарета, все равно какое-то ощущение было. Ну, хотелось, хотелось, хотелось. После второго раза, то есть непосредственно в шокотерапии, я так назвал, для себя, то есть все, сразу автоматически желание курить отпало. Просто отпало и не вызывается заново. Дмитрий говорит, что помогли ему бросить курить и гомеопатические препараты, которые ему назначили врачи наркологического диспансера. Мне прописали горошины. То есть как только я изъявлял желание курить, я закидывался ими, грубо говоря, да, и все, то есть у меня желание пропадало. А после второго раза мне даже горошины были не нужны. Нужно ли дальше проводить лечение, применять транскраниальную электростимуляцию? Я думаю, что необходимости в этом нет. То есть все у него проходит замечательно. Поэтому единственное, что мы рекомендуем, если в дальнейшем какие-то вдруг затруднения возникнут, это только если психологически возникнут затруднения, всегда можно подойти, чтобы мы посмотрели, в чем они, и подкорректировали. Участник нашего проекта «Жизнь без сигарет» чувствует себя хорошо. Он говорит, что доволен, что может контролировать себя и не зависеть от вредной привычки. Я, если честно, планирую заняться плаванием. То есть тем более дыхалка у меня позволяет себе. Я раньше плавал, потом начал курить, и все это как-то все забросилось. А теперь дыхание моё установится, и я с удовольствием опять начну плавать. Помимо прочего, у Дмитрия нормализовалось питание, он стал есть больше. Но хорошо ли это или плохо в данном случае? Ведь многие, кто хочет бросить курить, боятся располнить. Если посмотреть на то, что у человека улучшился аппетит, ну, сказать об этом негативно, наверное, не стоит, потому что он настроен именно прибавить весе. Поэтому он и психологически настроен на то, чтобы получше покушать. И почаще кушать, побольше, чтобы прибавить весе. Ну и то, что он сказал в течение дня, ну, нормально, 5-6 раз в день кушать. Это, в общем-то, норма. На этом мы расстаемся с нашим героем. Сейчас ему легко жить без сигарет. Он пообещал нам обратиться за помощью в том случае, если она ему еще понадобится. Но пока он уверен, что тяги к курению у него больше не будет. Для всех тех, кто хочет бросить курить, мы напоминаем, что начинать лечение лучше, когда есть период воздержания от сигарет. Хотя бы 16-18 часов, чтобы результат от первого сеанса был лучше. Так что верьте в себя, бросьте курить, и у вас все получится. Мало кто из нас не употреблял витамины. Этот чудо-препарат от всех недугов. Разноцветные таблетки, капсулы, дрожжей, сиропы в баночках, бутылочках и коробочках приветствуют нас с витрин аптек, рекламируются агентами, убеждая нас в необходимости постоянного поступления этих веществ в организм. Но так ли на самом деле полезны витамины? Усталость, слабость, головокружение, сонливость, упадок сил, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей. При появлении подобных симптомов мы срочно начинаем насыщать свой организм волшебными пилюлями. Однако все это может быть и признаком передозировки витаминов, например, таких как А и Е. Что касается витаминов, сейчас очень много дополнительных данных о том, что они не только полезны, но могут быть и вредны. Поэтому мы рекомендуем витаминные препараты в двух случаях. Ну, во-первых, это февраль-март, это весна, это весенний гиповитаминоз. В этом случае 3-4 недели попринимать поливитамины в принципе возможно. И вторая ситуация – это перенесенные более или менее тяжелые инфекционные заболевания с лихорадкой, когда происходит разрушение витаминов в организме для того, чтобы их восполнить. Или длительный курс приема антибиотиков, когда то же самое происходит, разрушение этих препаратов. Это будет полезно. Во всех остальных случаях, ну, может быть, это еще специфические категории, такие как спортсмены. О них мы не будем говорить, это отдельно. А для обычных людей, в общем-то, больше показаний для витаминной терапии нет. Существует ошибочное мнение, что избыток витаминов без вреда выводится из организма. Важно помнить, что выводятся только водорастворимые витамины, но они могут нанести определенный вред здоровью, если употреблять их бесконтрольно. То, что касается препаратов Айвит, то, конечно, мама не должна самостоятельно назначать профилактической цели ребенку такие витамины, потому что то, что касается популяции практически здоровых детей, то их ежедневная потребность в этом витамине в разы меньше той дозировки, которая содержится в одной капсуле витамина Айвит. Поэтому препараты должны назначать только врачи, только по строгим показаниям, конечно, не для профилактики. Как же быть, полностью отказаться от приема витаминов? Если злой рок или ваша добрая воля обрекли вас на длительное, однообразное и неполноценное питание, возможно, оказавшись на подводной лодке в дальней экспедиции или в силу других обстоятельств, вы вынуждены питаться одной картошкой, рисом или другой монопродукт, составляет ваш ежедневный рацион, тогда вам просто необходимы таблетки, дрожжи, капсулы, постилки, сиропы с волшебными буквами. Большинство же из нас даже в кризис не могут пожаловаться на недоедание и скудность меню. Задача родителя должна быть рациональная, адекватная и вскормленная ребенка, чтобы ребенок получал достаточное количество и мяса, и растительных продуктов, и молочных продуктов, потому что все витамины мы получаем с продуктами питания. Если ребенка кормят адекватно и рационально, то, в принципе, он не нуждается в дополнительном введении витамина. Другое дело, если ребенок имеет какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, у него нарушено всасывание, какие-то хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, либо у ребенка повышенные потребности в частности, это недоношенные дети или дети с тяжелыми хроническими инфекционными заболеваниями, когда имеется вероятность повышенного использования этих витаминов, тогда это обосновано. Витамины лучше получать из фруктов, овощей, мяса и рыбы и другой пищи. Так, например, витамин А содержит молочные продукты, такие как сливочное масло и молоко. Витамины Е много в продуктах животного происхождения, к примеру, в рыбе. Очень часто приходится сталкиваться на приеме, когда приходят пациенты. Вы знаете, что показывает практика? Очень многие люди не завтракают по утрам, к сожалению. Мне это так странно слышать, потому что, ну, даже есть известная пословица, вы ее все знаете, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Но, к сожалению, вот не завтракать по утрам очень вредно. Кислота в желудке, ее надо нейтрализовать. И первая половина рабочего дня требует наибольших эмоциональных нагрузок и затраты, энергозатраты. Если плохо завтракать утром, это очень вредно. Врачи уверены, крепкое здоровье и хороший иммунитет обеспечивают не длительное бесконтрольное употребление витаминов, а рациональное питание, дозированные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. Ноги отекают у достаточно большого числа людей. Когда вечером наблюдается отечность стопы или нижней части голени с напряженными венами, а утром отек исчезает, то в этом мало хорошего. Это отдаленные предвестники варикоза вен или тромбофлебита. Но если отек с каждым днем становится все заметнее по утрам и никуда не девается, то здесь, вероятен, не менее тревожный диагноз – лимфостаз нижних конечностей. Хроническая лимфедема – это, по сути, отек. Заболевание может проявить себя еще в детстве. Бывает так, что лимфатических сосудов в конечностях просто не хватает от рождения. И тогда любой провоцирующий момент может привести к тому, что ноги начинают опухать. Проявляется это чем? Тем, что появляется отек стопы, трудно надеть обувь, потом постепенно все это нарастает, из мягкого отека он превращается в более грубый, и тогда появляется такое понятие, как слоновость. То есть нога становится складчатая, упругая кожа и подкожная клетчатка. Это доставляет массу неудобств, хотя существенно здоровье это не влияет. Но при всем при этом, если заболевание доходит до своей критической стадии, то могут появляться осложнения, такие как рожистые воспаления. А рожистые воспаления несет в себе уже определенную угрозу, потому что это гноми, септические процессы, которые трудно поддаются лечению. И все это в целом требует поиска тех рациональных методов воздействия на это заболевание, которые бы позволили более успешно справляться людям с этой патологией. Сегодня медики вплотную занимаются разработкой диагностики и лечения этого заболевания. Специалисты пришли к выводу, что помочь людям можно только комплексно. Больные должны знать, что эта помощь наконец-то находит свое адресное решение. И в чем суть проблемы? Как ее лечить? Ну, во-первых, мы изменили немножко технологию консервативного лечения. Она стала более приближенным непосредственно к зоне поражения. То есть это медикаментозное воздействие непосредственно введения препаратов в ткани, где имеется поражение сосудов и отеки проявляются. И одновременно это хирургические методы, пособие, которые позволяют усилить консервативное лечение, обеспечить отток лимфы в более таком удобном направлении, чтобы обеспечить стабильное оттекание жидкости из зоны застоя. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Раньше никогда не применялась такая методика, как липосакция. Сейчас она стала более часто использоваться. Однако для неё тоже нужно определить свои показания. Что касается профилактики отёка нижних конечностей, то заключается она в следующем. Если у человека заведомо есть врождённая патология диофатической системы, она себя проявляет буквально сразу, буквально уже в возрасте промежуточном, так называемом, переходе, когда половая зрелость достигает своего завершения. И на этом этапе перехода отёк, первый отёк, который появился, уже как бы признак того, что имеется недостаточность лимфатического русла. Вот здесь нужно сразу предостеречься и сказать, что человек должен стараться как можно больше уделять внимание таким процедурам, как плавание, производить восходящие массажи, избегать от укусов каких-то, там, ожогов, потому что малейшие травмы кожи может вызвать сразу здесь и рожистые воспаления. А уж если она присоединится, потом уже очень трудно бороться с этими лимфостазами. Самый простой метод лечения лимфостаза, который, кстати, зачастую игнорируют те, кто имеет этот хронический лимфостаз, – ношение компрессирующего белья. Оно обязательно должно быть подобрано доктором. Хорошо зарекомендовал себя при отеке нижних конечностей и лимфодренаж. 21 век диктует свои правила. Безумная суета, бешеный ритм, бесконечные стрессы – неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому сегодня успешный современный человек должен не только модно одеваться и следить за своим внешним видом, но и вести здоровый образ жизни и позитивно мыслить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»